Пока мы знаем ее в журнальном варианте. Что удалось в этой книге, несомненно, удалось. Я вообще даже не знаю, как. Потому что, ну, пожалуй, до этого текста я воспринимала Мессевера только как большого художника. Художника, за которым стоит целая эпоха театральной жизни, художник, хороший, прекрасный сценограф, 60-е годы, это его переживание, его эпоха. Но сейчас, в том, как устроена эта книга, видимо, тоже это художественное начало, но оно касается и текста. Там ведь не только тексты записаны и переписаны из стихотвора. Там есть и собственный взгляд, и собственное отношение. И Борис Асаховичу удалось передать главное. То, чем завораживала нас всегда поэзия Беллы, интонацию ее, ее поразительное какое-то воздействие гипнотическое на человека, этот голос, который я помню с далекой юности. Маленькие самолеты, как маленькие соломоны, все знают и на нас глядят. А там, в общем, выстроена вся жизнь. В общем, да, начинается с того, что действительно 37-й год, год рождения. И Белла, которая рассказывает, глядя, вспоминая, как она лежит кулечком, откуда в ней, как ей кажется потом, была такая великая потребность, способность сострадания и грусти. 37-й год, важный год для жизни. И в нашей жизни, между прочим, тоже важный. И потом все выстраивается так, что вот это первое возникает ощущение, знание до жизни, которое есть в этом кулечке. И потом, что будет потом. Вот за что мы любим поэзию Беллы Хаговны, и то, что удалось сделать в этой книге про Беллы. Вот это ощущение проницаемости миров. Есть мир сегодняшний, есть мир тот вечный. Она мелькнула нам, земным. И она осталась в том мире вечном, поэтическом. Все равно осталась с нами. И вот эти два великих измерений в этой книге переданы блестяще. Я хочу сказать, что я сейчас говорю не только как, не знаю кто, критик, директор музея, директор музея тут ни при чем, филолог, наверное. Дело в том, что Белла Хаговна, я помню, первый раз увидела, они были вместе, кстати. Какой-то это было давно-давно. В той моей другой жизни, в году 82-го, на Мойке. Меня поразила ее способность, слушая мой рассказ, обычный рассказ. Переживать это как переживать боль. Отделенную 150 годами. Бог знает, когда это было. Она переживает его страдания, боль Пушкина, как свою собственную. Я помню ее слова, сказанные, когда мы стояли возле витрины с жилетом. Пушкин, это наша незащищенная хрупкость. Бестательное определение. И вот в этой книге, которая составлена и осмыслена Борисом Мессераром, есть этот великий, как мне кажется, великое свойство поэзии, человеческого духа, личности, смотреть на мир, оценивать его. И делать это так, что, как сказать, объемно очень, очень глубоко и красиво. Вот поэтому я с огромной радостью приглашаю сюда. Дайте сообщение СРЭ. Я благодарю вас, что он с нами есть. И благодарю его за дружку. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово прояснения и прояснения этой ситуации, которая стала для меня таким большим переживанием жизненным созданием этой книжки. Когда тело спрашивали о том, что стоит ли мне писать, очень многие молодые авторы обращались к ней с этой просьбой. Она всегда неизменно отвечала, да, в том случае, если вы не можете не писать. И вот, когда Беломестану, через месяц, просто после ее ухода из жизни, это было 29 ноября 2010 года, через месяц я начал писать эту книжку, стараясь сохранить и донести до людей ее образ. Потому что я осознал, что большинство событий, которые там описываются, никто никогда не знал бы. Потому что я остался единственным свидетелем этой прожитой жизни. А дальше я воспроизвел все ее, те записи, которые я делал, те отрывки, сохранил и донес отрывки ее мыслей, высказываний, ситуаций. И передо мной стала задача. Я стал как бы реализировать книгу с неким воображаемым читателем, который говорит, ну хорошо, ты написал, вспомнил Белом. «А сам-то ты кто?» И мне пришлось писать о своей профессии уже своими словами, не словами Белой, о своей профессии, о тех людях, которых я встречал. Потом голос моего оппонента зазвучал. «А откуда ты взялся такой?» Я стал рассказывать про своих родителей, достаточно известных, так сказать, людях, и, в общем, будем говорить, замечательных. И получился о них очень большой и мощный кусок с восстановлением событий прошлых лет. Потом я стал писать, уже даже давно пошел о родстве их, потому что вот Майя Плесецкая, моя воеводная сестра, и там возник те встречи, которые у меня были с ней, они поразительные. Это уже сам я, конечно, писал. Хотя там есть удивительные свидетельства самой Майи, ее письма, поразительные тоже по пронзительности своей. И о ее отце Михаиле, Михаил Михайлович Плесецкого, расстрелян, он причем трагически это все распроизвел записи из архива Комитета государственной безопасности, когда можно было их делать. Есть эти записи, все следствие, как шло вот это событие, эта тройка, которая решала его судьбу, и совещание по поводу его казни было принято за 15 минут, там хронология все напрягодится, а через полчаса его уже не было в жилах. То есть возник еще грандиозный объем образов, в которые вклинилась моя дружба с ними, потому что общие фигуры пограничные, такие как Булата Куджава, как Володя Высоцкий, как Андрей Битов, как Василий Аксенов, как Евгений Попов, Виктор Ерофеев, Венедикт Ерофеев, Юрий Кублановский, Фридрик Беринштейн, Лена Шварц. Ну, список огромен, огромен. Книжка на сегодняшний день включает всегда тысячу страниц. Вот. И это такой пласт и срез нашей жизни. И поэтому там есть куски, которые писала целиком, уже и белая там была, ну, она проходила все равно, как действующее лицо, но это только мой текст. Конечно, это воспоминания о Лёге с Барском, о Юнии Красном. Это части моей жизни. И вот этот процесс и концерт, конечно, есть немножко о своей профессии театральной, которая, я закругляюсь сейчас, простите, долго выходит, но как-то нужно сказать, о театральной профессии, потому что вообще, когда меня спрашивают, я считаю себя живописцем, просто в чистом виде, но, конечно, 100 спектаклей я сделал, 100 спектаклей. И в этих спектаклях я работал с огромным количеством режиссеров, когда даже короткий их список, там, третий, все равно он ошеломляет, потому что там все знаменитые режиссеры современности. И Анатолий Фросса, и Олег Ефремов, и Борис Александрович Бокровский, бюджетмейстер Рахманский, Альберт Алонсо, ну и это можно, и даже с Косямом Килизовским еще работал. Так что этот список огромен. Ну и о профессии, тоже о театральном деле пришлось написать тоже профессиональным языком тоже много. И запенчает это все встречи с Юрией Петровичем Любимовым, с которым вот последний спектакль, я делал спектакль «Фауст», с ним и унивший большой успех, и последний спектакль «Школа жен» «Опер Мартынов». Вот. И вот этот огромный заключается, заключаю это тем, что, в общем, я понял, что работа театрального художника стала для меня исчерпываться, что я вышел на больший уровень человеческого общения, нежели тот, который предписан в работе театрального художника. И мне это увекло. Я стал писать уже как писатель эти целые главы там. И сейчас я радуюсь этому, пообороту, судьбы. В свое время я кончал институт, потом стал художником по выставкам, потом театральным художником. А сейчас вот скульптуру, помните, белая, я сделал две скульптуры, которые установлены, памятники, которые установлены в Таруси и на Владимире, в общем-то, в Москве. И сейчас обретаю еще одну профессию. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Наши...